Приветствую вас. Да, очень похоже на то, что ваша мама совершала по отношению к вам действия сексуального характера. Это не насилие, я думаю, потому что насилие всё-таки имеет более жёсткую форму. Но это, безусловно, действия сексуального характера, которые, в общем-то, бывают, к сожалению, бывают довольно часто. Бывают в семье довольно часто, к сожалению, это случается. Это абсолютно правда. И, в общем-то, глупо было бы это. Как это влияет на ребёнка? Как это может влиять на ребёнка? Ну, во-первых, это выставляет сексуальность ребёнка исключительно в позицию чего-то неправильного, неестественного, опасного, постыдного. Потому что ребёнок ещё чувствует, что это всё-таки родной человек и чувствует, что что-то не так. Это напрочь убивает ощущение неприкосновенности своих личных границ, в том числе и своих сексуальных личных границ. Что, опять же, дарует ребёнку ощущение, что он не может себя защитить, что он находится постоянно в опасной опасности. Ну и если я, грубо говоря, постоянно нахожусь в опасности, если я постоянно нахожусь в опасности, что очевидно, совершенно очевидно, что любое сексуальное сексуальное действие, любое сексуальное поведение, с моей стороны, да, приводит к угрозе моим личным границам и к угрозе возникновению чувства стыда. К угрозе возникновению вот этого ощущения, тотального ощущения, что я делаю что-то неправильно. Тотального ощущения, что я какая-то или какой-то странный, какой-то плохой, ну и так далее, и так далее. Вот, вариантов здесь, к сожалению, достаточно много. Вот. Ваша мама вас, безусловно, не насиловала, насилия не было, вот, но она делала, на мой взгляд, кое-что похуже. Она порождала вот такую полимерность, недосказанность, тревожность, которой вы, собственно говоря, сейчас и живете, которая вас беспокоит. Да, потому что, ну, если бы было все более открыто, если бы было все более откровенно, то вопрос решился бы все-таки, ну, так сказать, более категорично мог бы решиться такой вопрос. Так, ваша мама вроде бы и не делала ничего плохого, да, но в то же время вы четко знаете, что она делала, вы четко знаете, вот прям четко-четко знаете, что делала, что было. Но вам и ей нечего предъявить, да, что можно сказать маме, да, всегда она может сказать, а что я, да, я ничего не делала. А что я, это все ты придумала, еще и, и, значит, еще и обвинить, обвинить все вас, да, в том, что это вы, там, себе чего-то напридумывали, напридумывали, вот, это вы, там, свои какие-то фантазии, фантазии на нее спроецировали, вот, это с вами что-то не так, вот. То есть, ну, это история, она достаточно понятна, вот. И вы сейчас, по большому счету, боитесь сближения и боитесь вы его не случайно, на мой взгляд, вы его боитесь довольно-таки осознанно, потому что, вы знаете, к чему это может привести, вы знаете, какие это могут иметь последствия для вас, вот. Так что, я полагаю, нормально, абсолютно-абсолютно нормально то, что вы испытываетесь, абсолютно нормально то, что вы, ну, боитесь и опасаетесь сейчас каких-то действий, каких-то вот, ну, каких-то движений в этом направлении, вот, в том направлении, о котором вы говорите, то есть направление семьи, вот. Вот, мне кажется, это нормально, вот. Другое дело, что работать с личными границами вполне можно, вот, работать с личными границами вполне можно и вполне реально, но, опять же, конечно, только при условии, если у вас есть желание, вот. А ещё это влияет, если вам, как бы, ну, если вам хочется послушать, тогда ещё это влияет на то, что у человека вырабатывается когда некое патологическое отношение к сексу, то есть секс воспринимается вот именно в контексте, именно вот, ну, именно вот этих аспектов, да, то есть в аспекте этих ощущений, которые, которые мама в вашем случае вам, ну, дала, да, вот, и всё, то есть необходимо, действительно, как сказал мой коллега, необходимо работать с вашими чувствами, здесь, ну, здесь других вариантов нет на самом деле, вот. Так, значит, она позволяла, так, вот, смещение говорилось, что такого, интересовалось, как, да, кто-то, нет, не насилие, пытается понять, объяснить себе происходящее. А, ну, ваша ошибка в том, что вы пытаетесь объяснить. То есть это, на самом деле, то, что, это то, что объяснить нельзя себе. Это то, что, это то, что у вас не получится себе объяснить, вот. А, просто потому, что, как можно, вот, как можно себе объяснить, да, то, что делает родители, ну, как, как это можно объяснить себе. Я уверен, что, что у вас это, ну, что у вас никто не получится объяснить, не потому, что вы, там, грубо говоря, не хотите этого, вот. А, не получится объяснить, просто потому, что там это нельзя объяснить. Это нужно прожить, прожить, а, именно до какого-то, вот, своего логического конца, понимаете. И вот только тогда, когда это у вас получится прожить до своего логического конца, то есть до конца это прожить, и открыть в себе позитивное, ну, позитивное начало, скажем так. Вот, только тогда, я думаю, что у вас появится реальная возможность, ну, двигаться дальше, вот. А пока что, это попытка рационализации, вот. Это хорошее, хорошее начало, это правильное начало, потому что, ну, собственно, с попытки объяснения все начинается. Но, все-таки это лишь только первые шаги, первые шаги, шаги, шаги. Вот. Он пытается сказать ничего страшного, по факту чувствую, что что-то не так. А, интересные ваши, интересные ваши мысли, а, я не уверен, насколько вам, а, понравится то, что я скажу, но, а, я думаю, что, тут вот я увидел, знаете, такое, как будто бы желание, чтобы все-таки мужчина, а, вот, с вами что-то сделал, а, чтобы, наконец, а, мама убедилась в том, что вы какая-то не такая. То есть, вот, понимаете, излишняя, излишняя, излишняя сексуальность, которую придавала вам ваша мама, излишняя сексуальность, она, эта сексуальность проявляется в том, что вы, ну, в той или иной степени, вот, думаете об этом, что, вроде бы вы, вроде бы вы и не хотите его, и, конечно, да, как, как можно, можно хотеть этого, но, с другой стороны, подобные мысли вас посещают. Вот. Вот это вот ощущение, что вы какая-то не такая, что с вами, с вами что-то не так, вот, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Я вас понимаю, я вас понимаю хорошо, но думаю, что так же, как и коллега, думают, что вы славность на помощь. Ну, сейчас эта вот помощь именно в том, чтобы принять всю эту историю, принять свою маму, во-первых, перестать смотреть на неё как своего рода на такого агрессора, как вам сейчас она кажется, вот, как на сексуальную заблочину, а увидеть её в другом ключе, больше как личность, как человек, для начала вам это станет, это будет хорошей позицией, вот, а дальше, дальше я думаю, что уже вы сможете на себя взглянуть. То есть мне кажется, что ваша мама, ваша мама, да, она вас определяет сейчас, она вас очень сильно определяет, мне кажется, мне кажется. Вот, она очень сильно, мне кажется, вас определяет ваша мама, вот, а это всё-таки достаточно, ну, достаточно негативная история, да. Вот, когда родители определяют человек, поэтому я бы очень хотел, чтобы вы начали, начали как-то вот менять свои представления о себе, чтобы вы по-другому себя относились, чтобы вы по-другому себя видели, вот, я знаю, что это не легко сделать, я знаю, что вам это будет сделать непросто, вот, но всё-таки нужно, хотя бы для себя, да, то есть не для кого-то, не для мамы, для себя, вот, и, возможно, первичным желанием будет какое-то вот, не знаю, стремление, там, доказать ей, что вы какая-то не такая, что... что вы их, там, в действительности, другая, скажем, вот, но вопрос заключается в том, какая вы, вот, вопрос заключается именно в том, что вы поняли, какая вы. Сейчас у вас есть только то, что думает мама для вас, вот, ну, как мне, опять же, показалось, вот, а какая вы на самом деле, вот, это очень важная история, на мой взгляд. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится.